14 октября православные христиане отмечали один из самых важных праздников – Покров Пресвятой Богородицы. В церковном календаре эта дата выделена красным цветом. Согласно древним традициям, Покров знаменует собой встречу осени, зимой и начало наступления холодов. Но истинно этот праздник посвящен нашей защитнице Богородице. И в честь знаменательной даты в Никольском храме села Ермолина во вторник утром состоялась Божественная Литургия, в завершении которой прихожане могли причаститься. Подробности в репортаже Юлии Погосьян. Матерь Божья всегда особо почиталась русским народом. История нашей страны имеет немало примеров того, как благодаря молитве, обращенной к Богородице, свершались чудеса. Вот и корни праздника, связанные с благодатью Царицы Небесной. Византия, X век, период частых войн. Константинополь находился в осаде, и местные жители собрались в храме, чтобы вознести молитву. Богородица услышала людские страдания, явилась им и избавила от завоевателя. Этот праздник очень любит русский народ. Поэтому в России он широко празднуется. Все люди, христиане, даже работающие, стараются быть в этот день на богослужении. Кто-то берет отгулы, но стараются не пропускать этот день. Он очень полюбился русскому сердцу. Отмечать покров принято походом в церковь и молитвой. Несмотря на то, что Никольский храм очень старинный, приход у него достаточно молодой. В основном прихожане – жители соседних новостроек, молодые пары с детьми. Но уже в этом возрасте они понимают, насколько важно жить с верой в душе. Если жить с добром и с верой, наверное, мир будет намного лучше. Хождение прежде всего в храм, вера в Господа Бога, веру в семью, веру во все. После божественной литургии в воздухе ощущалось особое благоговение. Оно исходило от людей. Их утро началось с молитвы, обращенной к Матери Божьей. И значит, день прожить не зря. Праздник необыкновенный. Матерь Божья нас всегда покрывала, открывает и будет покрывать во веки веков.